Итак, доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Erzongame! Сегодня мы с вами посетим один из проектов, который расположен на базе игры Arma 3 и называется он OneRP Project, который открылся буквально неделю назад и в данный момент он находится в стадии OBT, открытого бета-тестирования. Поэтому каждый может зайти и попробовать на нем поиграть. Ну а мы с вами просто посмотрим на этот проект взглядом новичка. Как это, в общем-то, я обычно и делаю. Встречает нас вот такая вот заставочка и вот начинаются небольшие нелепости в том, что и заставка выглядит в стиле Тоноа, и слово Тоноа, такая карта на армии, естественно, Тоноа, встречается очень часто, но самого Тоноа мы не увидим. Вот такой вот каламбурчик и винегрет с самого начала. Не знаю, как это объяснить. Где-то написано Тоноа Life, где-то написано Altis Life, но, видимо, просто разработчики не стали заморачиваться с первоначальными менюшками, какие были когда-то, видимо, на этой сборке, такие и оставили. Ну, давайте заходить потихонечку на этот проект. И, наверное, сразу же должен предупредить, что начало обзора будет немножко нестандартное. Начал-то я стандартно обозревать. В общем-то, вот карта, как вы видите, такая достаточно странного вида тоже, да, она состоит из каких-то древних иконок, из каких-то новых, такой тоже, вот опять винегрет. Винегрет из каких-то вот наборов иконок. И выглядит это, в общем-то, вот таким вот образом. Не знаю, вот хорошо, плохо, кому как нравится, наверное, это вкусовщина. Мне что-то не особо зашло. Какие-то странные наборы иконок, они состоят из древних иконок, какие-то есть маленькие нарисованные. Ну, вот так вот это выглядит. Опять винегрет какой-то, вот. Опять винегрет. Как с начальными заставками, то Тонова, то Алтис, хрен поймешь, то вот то же самое и с карты. И из чего она состоит, тоже, бог его знает, какой-то такой вот своеобразный набор чего-то. Ну, ладно, заходим, и далее со мной произошла вот такая вот штука. Аликс, привет, ты же в Венте участвуешь? Привет, да я вот только зашел, блин. Ну, ты удачно зашел, у нас и Вент. Хочешь участвовать? Наверное, нет, но хочу посмотреть. Посмотреть? Ну, ты увидишь только, как машины будут различаться. Может, вы примешь участие? Там как бы приз хороший за участие даже. Я тебя сейчас одену как раз. Ну, давайте, блин. Даже минуты, типа, ты меня шокируете. Давай, давай. Ты просто очень вовремя. Да я вообще счастливчик, да? Да, очень вовремя. Сейчас, сейчас, секунду. Сейчас задержу всех, да? Ты можешь имя себе нормально поставить, не кончить? А поехали уже, блин, время 10 минут. Ну, серьезно, да, мы уже забавались. Зачем он слишком долго ждать? Ну, езжайте тогда, что на меня-то будет отвлекаться? Все, занимай любую свободную машину. Сейчас на халяву еще выгодят случайно, блядя. Обидно будет. Все, Масарак, сейчас предлагаю дать старт уже. Да! Давай тогда в оповещение, давай старт и все. Так, ребят, готовимся, сейчас будем давать. Готовимся, давай. Как в лесу, ебну. Дави стрелка. Спасибо, кто там линию построил такую красивую, блядь. Какой готовность в оповещении справа, ебну. Я тебя торонить буду. Я полетел. Ну, и вот, друзья, таким вот образом начинается наш обзор данного проекта. Я не успел зайти, как меня тэпнули и предложили участвовать в неком ивенте, связанном вот с гонками на автомобилях. Ну, такой я вообще не любитель ивентов, потому что, когда я начинал играть в арму, мне это все очень нравилось. Это было здорово, но со временем ивенты, ну, не блещут своей креативностью. Ну, и вот в таком вот я участвовал, наверное, раз 50. Гонки на автомобилях по пересеченной местности, ну, или что-то еще вот такое вот. Поэтому я не люблю вот эти вот ивенты. А что-то такого более-менее интересного и действительно захватывающего я уже давно не встречал. Но, тем не менее, ивенты здесь проводятся, хотя сервер открыт всего вот почти неделю. Он новенький, но ездил я, кстати говоря, недолго в этом ивенте. Очень быстро разбился в какие-то ворота. А по условиям этого проекта, если на проекте есть более трех медиков, то сам машину ты не починишь. Тоже немножко, видимо, не предусмотрели разработчики. И, естественно, когда я впечатался, сам машину я починить не смог. И таким образом я выбыл из этой гонки. Ну, в общем-то, я не особо сильно и расстроился. Ну, и уж раз у меня не получилось участия в ивенте, давайте переходить к обзору данного проекта. И тут я вам скажу, проект очень неоднозначный. Я не могу говорить, хороший он или плохой, но он точно неоднозначный. На мой взгляд, это попытка раскрасить черно-белую картинку красками. Вот сейчас вы видите виды, да. Не обращайте внимания на то, что иногда опять появляется слово «тонова», «тонова». Нету никакого «тонова». Это стандартнейший алтис. Вот обычный стандартнейший алтис без каких-либо изменений. Изменения, конечно, есть. И вы их сейчас видите. Изменения коснулись столицы. Столица, начнем, наверное, с нее, выбрана абсолютно непонятным для меня образом. Это глухая деревушка, через которую не проходит даже федеральная трасса. И это одна из причин, которая мне не понравилась. Выбор столицы. Не знаю, чем вообще мотивировались разработчики, когда выбирали вот это место под столицу, но это место крайне неудобно. Понимаете, не зря в жизни, в реальности через большие города проходят магистрали. Это снабжение, это инфраструктура. Здесь ее нет. Вот эти вот ветвистые дорожки вокруг этого поселка, который они сделали столицей, они просто вымораживают. Чтобы куда-то выехать, вам придется петлять, петлять, петлять по этим дорожкам мелким, неказистым. Очень и очень это неудобно. И вообще, чтобы понять вот это мое негодование, надо зайти и попробовать. Потому что здесь совокупность неудачных решений. Одно из неудачных решений, это ограничение скорости движения в этом поселке столичном 30 км в час. И весь поселок утыкан, просто утыкан, как ежик, радарами. Чуть превысил, тут же тебя фотографируют штраф. Поэтому передвижение очень ограничено. Весь город в глухих заборах. Вы бегаете как по лабиринту среди заборов, открывая и закрывая постоянно какие-то калитки. Даже если вам надо преодолеть расстояние в 3 метра, вы пробежите 10 метров. Потому что вы будете оббегать вот эти вот неказистые и, на мой взгляд, абсолютно нелепые и неуместные заборы. Можно было бы оставить какие-то вот столбы, если вы хотите, чтобы не было ДТП, там и не сбивали людей. Но нет, здесь есть все виды заборов. Абсолютно все, какие только вы можете себе представить. Бетонные, кирпичные, зеленые ограды, столбы. Вот такие, ну всякие вообще. Ну все, что было в списке армы, все здесь установлено. Вы можете просто вот на этом проекте посмотреть, вообще какой список есть в армии заборов. А вот такой есть список заборов. Все это в совокупности приводит к тому, что вы очень быстро устаете. Вы не можете быстро ездить, вы не можете быстро передвигаться по городу, потому что лабиринт из заборов. Скорость в городе ограничена. И, как апогея, еще и ограничена скорость движения транспорта. В дальнейшем я покажу. Я купил машинку, которая ездит 100 километров в час. 100, блин, километров в час. Друзья мои, в каком веке мы живем? Ну, когда-то давно на заре моей юности у меня была копейка, которая ездила 160. А мы покупаем современный транспорт в 2021 году, который ездит 100 километров в час. Это что? Ну, это что? Ну, как это можно было придумать? Ну, у меня не хватает слов, чтобы это описать. И понимаете, когда вот эта совокупность наслаивается, а сюда мы еще и приписываем очень сложную экономику, начальную экономику. И, на мой взгляд, сложная пошаговость, которая есть на этом проекте. Сейчас мы ее затронем более детально. Все это вот вкупе каким-то вот бременем на вас ложится. Я, если честно, ну не смог долго здесь чем-то позаниматься. Чего уж говорить про игроков, которые пришли сюда ради развлечения и пострелушек. Они выходят вообще очень быстро. Чего он достиг? Чтобы каждый человек заебался фармить на одно оружие. Ну, если ты хочешь прилететь и сразу иметь все, то тебе, да, никому. Причем тут сразу иметь все. Я тоже против этого. Но иметь какой ценой? Ценой 24 на 7 фармить, чтобы попытаться хоть как-то заполучить оружие? Люди за 2-3 дня... 12 тысяч за полкарты проезженные. Это даже не одна-вторая. Ты делаешь две ходки, покупаешь у вас каблук. Все. Ты ездишь и зарабатываешь. На этот у вас каблук ставишь коробку, у него вместимость 200. Сколько коробка стоит? 100 тысяч. Но это все равно БТ, надеюсь, вы эту хуйню решите. Я питону это уже давно сказал. Не знаю, он поговорил, нет. Ну, потому что, реально, такая экономика будет не по вкусу почти никому. Тут работать на одни таблетки никому не выгодно. Не выгодно того, кто хочет РП, и не выгодно того, кто хочет масло. Ты не понял все системы и выводы делаешь рано. Я уже сказал. Здесь крафт решает у нас. Да, блядь. Ну, это пиздец. Ну, реально, три дня фармить для КамАЗа. Ну, кому это нахуй нахуй? Ну, тебе. Большая просьба. Пожалуйста, такие разговоры не на острове. Хорошо. Ладно, ребят, повторюсь, какие-то оружие есть. Ну, питон мне там калибры всего сказал, а какие именно не подсказал. Ну, смотрю, у кого, у всех разное. У повстанцев 5.45, а у полиции 5.56. Удачные игры. И он вышел. Как я и сказал, такие игроки вообще очень быстро покидают данный проект. Но со словами данного игрока, который спросил про стволы и в конце концов сразу же вышел, я не совсем согласен. Ну, тем более, что я такой человек, который хочет до всего допытаться. Поэтому я нырнул в атмосферу этого проекта, чтобы самому докопаться. И во многом я с ним все-таки соглашусь. Во-первых, работа DHL, на которую я впоследствии устроился и тоже попробовал, как и этот персонаж, который покинул проект. Да, работа DHL не очень высокооплачиваемая. Но проблема ее не в этом. Проблема данной работы в том, что она взята с обычной сборки, которая когда-то была заточена под стандартный алтис, где столица ковала. И все мы знаем, да, что бежим в пункт устройства на работу, берем первую двадцатую точку и по федералке спокойненько проследуем до двадцатой точки и обратно. Ну, это уже по желанию. Здесь же поменяли столицу, как я уже и показывал. Выбрали какое-то нелепейшее место, которое срезает вам половину этой работы. Чтобы доехать хотя бы до первой точки, вам надо ехать в сторону ковалы. А так как я уже сказал, что дороги-то рядом нету, вам придется петлять по каким-то извилистым второстепенным дорожкам, которые срезают скорость. Опять вот нелепость решения. Вроде бы взяли да поменяли столицу. А скрипты поставили те, которые были рассчитаны на другую совсем игру. И вот таким вот образом, чтобы вам поработать в той же DHL, вам надо либо согласиться на половину ставки, потому что ехать придется с десятой точки, а не с первой. Ну, либо выбирайте первую, но тогда вам до первой придется еще потратить кучу времени, чтобы доехать по второстепенным дорогам со скоростью 80 км в час. Вот опять вот решение, которое принято было не обдумавшись. Тогда надо и столицу ставить так грамотно, чтобы люди ездили по главной дороге без понижения скорости. Но здесь этого не сделали. И вот люди, сталкиваясь с этим, и то, что я уже сказал, вот совокупность того, что ограничение передвижения, ограничение маневрированности в городе, все это вот накапливается, и людям это не нравится. Ну, а сейчас вы посмотрели цены на автомобили на этом проекте. Это цены без випки. Просто для того, чтобы вы могли понимать, какая экономика на этом проекте. Чтобы вы могли знать, какие цены. Как я сказал, не хватает пошаговости. Да, изначальный транспорт есть доступный, но очень и очень конченый. Я бы его назвал так. Но не в транспорте основная проблема кроется этого проекта, а кроется она в лицензиях. Вы не сможете приобрести лицензию дальнобойщика, то есть категории С. И не сможете даже посмотреть транспорт, который здесь продается. Без лицензии вам его даже не покажут. То есть я не знаю, на какую сумму мне рассчитывать. Абсолютно не понимаю, ну, сколько мне надо денег, чтобы купить, как говорил администратор КАМАЗ, сколько он стоит. Я этого не знаю. А посмотреть я не смогу. И даже купить лицензию, которая стоит 8 тысяч, я тоже не смогу. Чтобы ее купить, мне нужно купить вид на жительство. А вот он стоит 200 с лишним тысяч. Ну, а как это зарабатывается, я покажу чуть позже. И вот во что мы упираемся. То есть сколько это стоит машина. Ну, допустим, она тоже стоит 200 тысяч. Я не знаю, я так и не увидел. Я не знаю, сколько это стоит. Ну, допустим, 200 тысяч. Плюс 200 с лишним тысяч мне нужно на лицензию вид на жительство. Плюс еще 8 тысяч на саму лицензию дальнобойщика. Так сколько действительно надо фармить-то? Вот человек-то в чем-то был прав, который ливнул с проекта. Ну, так же нельзя делать. Что это такое? Я еще понимаю, что вид на жительство не дает вам возможности купить дом. Ну, блин, развиваться-то мне как? На Запорожцах, что ли? Ну, как это такое пришло в голову? Я не знаю, серьезно. Я первый раз сталкиваюсь с тем, что человеку не дают развиваться. То есть на категорию Б вы можете ездить, а на категории С вы не можете ездить. То есть вы можете фармить себе определенным количеством слотов. А там я вам скажу, слотность-то не вообще небольшая. Самая, по-моему, большая машина, которой можно купить 200 слотов. Я же, как и обещал показать, остановился вот на таком вот Ситроенчике. Ну, выбирал я уже не по слотности, а чтобы у меня осталось хоть какое-то количество денежков. На самом деле машина конченая. Вот я об этом уже говорил. Она и как модель-то мертвая, потому что вот у нее приборка недорисованная. Она абсолютно мертвая. Ну, правда, немножко светится ночью. Есть элементы, которые автор наметил, но так и не доделал. Поэтому такими вот шишечками она осталась. Очень много косяков в машине, но даже не в этом дело. Кстати, заметил здесь, пока проезжал за одеждой. Интересное решение. Смотрите, как сделаны простые магазины обычные, да? А витринки сделаны вот так. Прикольно, кстати. Хорошее решение. Интересное. Ну, так возвращаемся обратно к машине и к тому, что надо фармить. Дороги, как я уже говорил, неудачные. У машины проблемы со светом. Чтобы включить свет, надо какую-то комбинацию кнопок нажать. Не знаю. Ну, и как обещал, почему-то эта машина едет 102 км в час. Вот у нее вот эта вот максималка. Все, больше вы ее не разгоните. А когда вы съезжаете на второстепенную дорогу, это вообще становится 80 км в час. Вот я в начале ролика говорил, что вот это вот все как клубом на вас наматывается и некое такое вот тяготение. Потому что вы и по городу ездите медленно, и бегаете вы медленно из-за заборов, и даже купив машину, вы едете медленно. 100 км в час. Ну, зачем? Вот зачем так урезать скорость? Зачем? Я не понимаю, серьезно. Вот если взять в учет все, что я уже сказал по поводу передвижения по этому проекту, такое ощущение, что у автора есть такой пунктик, чтобы надо замотать игрока в самом начале. Вот чтобы он понял, что здесь все очень сложно и все очень-очень медленно. Ну, не знаю, другого объяснения у меня нет. Ну, вот такая вот машинка, на ней поедем дальше фармить. Ну, и то, что хотелось бы сказать про фарм на этом проекте. Я уже в начале ролика сказал, что это некая попытка раскрасить черно-белую картинку. И это действительно так. Это старая-старая модификация. То есть здесь обычные древние старые скрипты. Фарм происходит вот таким вот образом, который вы сейчас видите. Ничего интересного. То есть стучим киркой, появляется объект, бежим, собираем этот объект, ложим в машину. Ну, очень древняя схема, от которой уже многие отказались. Но здесь вот эта сборка, она, в общем-то, только раскрашена. Вот только картиночки, которые я вам показал, да, там интересное решение с витриной, какие-то красивые стоят билборды, хотя странно, что написано на некоторых тоново. Ну, тем не менее, да, эта попытка раскрасить, сделать более свежим, очень-очень древний проект. Все механики очень древние. Показать, в общем-то, даже и нечего. Разве что есть тут, ну, непонятные, по крайней мере, для меня решения. Вот, например, одно из них. Мы набрали меди, да, едем на переработку. Ну, нету слова переработка меди. Взяли и поменяли их. То есть, вы должны еще каким-то образом сообразить. Я, на самом деле, сначала поехал не на металлургический, а на переработку горных пород, по-моему, так там называется. Но там ничего я не нашел. Пришлось вернуться на металлургический, ну, путем исключения я вернулся сюда. Но вот, как бы я ни ставил метку, я не могу найти переработчик. Вот я облазил здесь все. Не найти его, ну, никак. Вот, ну, я все объездил, все облазил. И я уж подумал, что забыли поставить. Оказывается, вон он, наверху. Вот, как он, я, вот опять, у меня нехватка слов. Зачем? Вот, зачем вот так вот делать? Ну, мне непонятно. То есть, мне, чтобы перегрузить вот эту сраную машинку, надо подниматься по лестнице наверх каждый раз, каждый раз туда-сюда, туда-сюда бегать. Опять вот, если взять все то, что я ранее сказал, да, дурацкие дороги, нету главной дороги, вы все время едете медленно, вы все время бегаете по лабиринту из заборов, вы все время притормаживаете, потому что кругом одни радары, дорожки узкие, все, все нелепо, и еще плюс ко всему, на переработке вам надо постоянно подниматься вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Это вот зачем это? Зачем? Блин, я не знаю, вот, кроме того, как опять же повторится, что автор хочет просто задолбать вас с самых первых минут, другого решения у меня, ну, оправдать это я не могу. Почему не поставить снизу, чтобы подъехал, как на всех проектах, по-человечески, переработал, поменяй переработчик, если ты хочешь сделать что-то уникальное. Но зачем вот это-то? Зачем вот это? Так это еще ничего. Едем на продажу. Сначала делаем ленту, потом едем на продажу. И здесь совсем, ну, вот здесь мне совсем понравилось. Опять бегаем по лестнице, даже еще и выше. С каждым вот, ну, набрали себе рюкзак и побежали, блин, наверх. Продали, побежали вниз. Набрали, побежали наверх. Ну, а почему тогда так просто-то? Давай тогда не останавливайся. Вот тут есть еще, видите, продолжение такое. Крыша. Туда маленькую ступенечку поставил, чтобы еще по этой крыше так. Там он перепрыгнул. Там еще надо поставить забор, чтобы под ним пролезть. И вот там пускай будет точка продажи. Зачем такая простота-то? Ну, давай тогда уже до конца. Давай, нагороди еще каких-то колючей проволоки наставь. Ну, чтобы совсем уже задолбать игрока. Вот, хлам. Зачем вот такие решения? Это, ну, как? Вы пробовали вообще вот в это поиграть-то? Ну, серьезно. Вы тестировали, вы пробовали, вот, ну, вам весело этим заниматься? Я не понимаю. Ну, что за такое решение-то? Откуда оно пришло? Естественно, что игроки вот это, увидев, начинают ливать. Ну, не потому, что трудная экономика, хотя она реально трудная. Потому что вот это вот вас задолбает минут через 20, блин. Я не знаю, вот из чего исходили разработчики данного проекта, зачем вот такие вот решения. Ну, вот так здесь сделано. Ну, и как вы, наверное, уже поняли, сделано так много. Начиная с нелепого выбора столицы, которого нету нужной инфраструктуры, нужного дорожного подхода, нужного полотна, ограничение скорости в самом городе, ограничение скорости передвижения персонажей из-за огромного количества заборов, ограничение скорости у транспорта. И вот такие вот решения по подъемам по лестнице вверх-вниз с каждым мешком, нагруженному какого-либо ресурса. Не знаю я, вот действительно не знаю. Если вам понравилось, то, бога ради, заходите. Но лично я, например, в этом никакого удовольствия не увидел и не испытал побегов, поныряв вот в этом вот проекте. А я, как и говорил, не стал принимать скоропостижных таких вот решений, а все-таки попробовал и действительно окунулся в эту атмосферу через себя, скажу вам честно, через себя заниматься фармом на старом проекте со сбором вот этих вот каких-то элементов в виде ресурсов выпадающих. И там яблоки собираются здесь тяпкой. Как вы могли заметить, я показывал стрелочкой. Кнопки переработать все нету. Нигде вообще, нигде ее нету. Но это древняя сборка. Это пипец какая древняя сборка. Которые вот попытались раскрасить в виде того, что поменяли столицу, навалили каких-то картиночек. Но суть-то это никаким образом не меняет. Это старый древний проект на стандартном Altice, абсолютно стандартном Altice с какими-то вот, на мой взгляд, нелепыми решениями. Но это на мой взгляд. Если вам это понравилось, если вы считаете, что я не прав, то заходите и играйте. Проект открыт, получайте свое удовольствие. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok